А вы знали, что зебры не такие безобидные, как кажется? Они могут противостоять львам и крокодилам, а иногда нападают даже на быстроногих гепардов. Не верите? Тогда этот выпуск вас переубедит. В этом видео я покажу вам, на что способны самые опасные и храбрые зебры в мире, а также поделюсь несколькими интересными фактами об их полосатых жителях Африки. Зебры Подумайте, как много мы знаем о зебрах. Даже наличие полосок на их теле до сих пор остается загадкой для науки. Ученые выдвигают самые разные теории. Одной из самых распространенных версий является маскировка. Полосатый окрас затрудняет задачу хищникам, высматривающим зебр в высокой траве. Если зебры сходятся с большим стадом, львы начинают путаться и не могут выделить одну особь из моря черно-белых полосок. Мухи ЦЦ и Слепни тоже облетают зебр стороной из-за путающего их черно-белого цвета. Самим же полосатым животным расцветка напротив помогает общаться друг с другом. Именно по полоскам они различают своих собратьев. При беге зебры могут развивать скорость до 60 км в час, а ради сохранения своей жизни бежать они должны быть готовы в любую секунду. В еде этот подрод непривередлив, им подойдет даже самая грубая растительность. Они не теряют бдительности даже во время трапезы, выставляют часовых, которые готовы в любую минуту предупредить сородичей об опасности. Самцы имеют довольно крупные зубы, которыми сильно кусают противника. Еще один способ защиты от хищников – крепкие задние конечности. Удар копытами может быть смертельным даже для крупного льва. Кстати о львах. Их не зря считают царями зверей. Сила, скорость, острые когти и мощная челюсть – все это дает ему неоспоримое преимущество в охоте. На кого бы вы поставили в битве льва и зебры? Казалось бы, ответ очевиден, но на самом деле львы часто сталкиваются с неожиданно мощным отпором со стороны этих травоядных. Вот, например, одно из ярких поражений льва, который отправился на охоту и едва не заполучил жеребенка зебры. Хищник серьезно ошибся, когда решил, что справится с зеброй в одиночку. На помощь жеребенку бросилась его мать, а лев получил два мощнейших удара задними копытами. Очередная привычная для Саваны картина – львы на охоте. Самке льва удается отбить детеныша зебры от стаи, но любовь матери оказывается сильнее страха, и мать зебра возвращается, чтобы отбить свое чадо. Хищница намертво вцепилась в свою добычу, и зебре приходится идти на таран, чтобы разорвать смертельные объятия. Когда львица отпускает детеныша, мать зебра тут же разворачивается спиной и начинает наносить растерявшейся охотнице мощные удары задними копытами. Травоядным удается сбежать, а львиецы не решаются на преследование. Они все еще в замешательстве после неожиданного отпора. Но законы дикой природы жестоки. Даже самые крупные и сильные хищники обречены на гибель, если им не удастся поймать и разделить добычу. Две львицы, которые провалили охоту, теперь травмированы и не выживут без помощи своего прайда. Им остается только надеяться, что их сородичи будут более удачливы в бою. Хотите знать, почему дуэли в Саванне будут происходить снова и снова? Дело в том, что многие животные просто не способны уживаться мирно, но и сдаваться ни одна из сторон не намерена. Схватки происходят постоянно, и впереди вас ждет еще немало побоищ с участием полосатых травоядных. Смотрите дальше, такого вы еще точно не видели. Зебры нуждаются в питьевой воде как минимум один раз в день. Конечно, на водопое они неизбежно встречаются с другими видами животных, в том числе и с хищниками. На видео запечатлен момент упорной борьбы одной из зебр с львицей за спасение своей жизни. На этот раз полосатому животному повезло, вода помогла справиться с сильным противником. Не менее важным фактором являлось и то, что львица была одна. Под водой хищнице пришлось ослабить хватку и отпустить жертву ради гладка воздуха. Раненая, но освобожденная зебра убежала с места боя. Казалось бы, почему зебры просто не могут обходить стороной опасных хищников? Все дело в дефиците воды в саваннах. Хищники знают, что даже самым осторожным и скрытным травоядным рано или поздно захочется пить. А значит, они в любом случае встретятся на водопое. Здесь зебр поджидают не только львы. Крокодилы тоже не прочь получить себе питательный полосатый обед. Эти крокодилы выглядят сытыми, но зебры не знают, что придет им в голову. Действовать приходится на свой страх и риск, а опасность поджидает со всех сторон. Стаду нужно перебраться на другой берег реки, а бороться с бурными течениями трудно, особенно детенышам. Одного из жеребят уносит потоком, а его мать в это время пытается отбиться от крокодилов. Как только ей это удается, она возвращается на берег и начинает отчаянно звать свое чадо. Однако они уже слишком далеко друг от друга. Но храбрость детеныша вознаграждена. Он чувствует под ногами дно и решает бежать к берегу, перепрыгивая через своих охотников. И ему это удается. Крокодилы отступают. Признайтесь, в этой битве вы поставили бы на крокодила? Или нет? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Но не только львы и крокодилы представляют угрозу для стада зебр. Куда опаснее гепарды, которые развивают огромную скорость и также предпочитают охотиться группами. Эти хищники часто объединяются в двойки или тройки, выслеживая добычу. Но что, если зебра кажется больше? Тогда разгневанные копытные вполне способны дать отпор угрозе. Яркий пример – это видео. Гепарды настолько уверены в успехе, что подходят слишком близко к стаду. Что ж, очень зря. Взрослые самцы бросаются на таран. Некоторое время они преследуют хищников. Их задача – отогнать угрозу как можно дальше от стада, в котором остались беззащитные сородичи. Случай с атакой на гепардов не уникален. Зебры часто прибегают к такому приему, чтобы хотя бы на время обезопасить свое стадо от нападений. На открытой местности зебры и гепарды могут долгое время кружить вокруг друг друга. Но рано или поздно решающий шаг должен быть сделан. Пассивное противостояние не может длиться вечно. Как видите, в этом случае победа тоже осталась за зебрами. Но надолго ли? Это не знает никто. Вы увидите подобную сцену на всех африканских равнинах. И это характерно не только для зебр, но и для антилоп гну. Дело в том, что в этом случае зебры могут видеть, где находятся львы. И зебры действительно расслабляются. В случае чего они заранее заметят агрессию льва и даже дальше будут полагаться на свои быстрые ноги. Для зебры куда более стрессовой ситуацией является, когда она не видит льва, но может чувствовать его запах. Если львы прячутся в высокой траве или за кустами, то зебры начинают сильно нервничать и постараются как можно быстрее покинуть опасную зону. Такие моменты необычно наблюдать со стороны. У стада реально начинается сильная паника и давка. Но зебры достаточно умны и в большинстве случаев вычисляют, где львы могут устроить засаду. Например, возле водоема. Надеюсь, вам понравились битвы и интересные факты о зебрах. А напоследок я решил разбавить выпуск и хочу рассказать вам о других видных жителях Африки. Жирафах, которым тоже нередко приходится иметь дело с обидчиками в лице львов. Посмотрим, как это выглядит. Снова в деле материнская любовь. Похоже, это вторая движущая сила в саванне. Но все же первая сила – голод. Обычно жирафам в саванне никто не угрожает напрямую. Огромные и величественные жирафы живут в удалении от пастбищ, так как пищу могут добывать с деревьев. Им не зачем соперничать с более низкими травоядными, да и большинство хищников предпочитают держаться от них подальше. Но в голодные времена ситуация может измениться в одночасье. На видео запечатлена ситуация, в которой мама-жираф повела себя как настоящая героиня. Она яростно защищала свое потомство от целого прайда голодных львов и не побоялась хищников. Поначалу львы стояли в стороне и наблюдали за жирафом и малышом. К сожалению, эти хищники часто нападают на детенышей, так как они намного слабее взрослых особей и не могут сопротивляться и защищать себя. Важно в саванне всегда оставаться около мамы, что маленький жираф и сделал. Он уверенно держался около родительницы. По нему видно, что он уверен, мама защитит от всего. Самка грозным топотом длинных ног прогнала голодных львов, а когда они решили попробовать напасть снова, у них опять ничего не получилось. А вот еще одна эпичная битва, снятая во время очередной экскурсии по одному из заповедников национального парка Крюгера в ЮАР. Спящие короли саванны пробудились от утреннего сна на глазах у туристов и отправились на охоту. Неподалеку бродил старый жираф, и львы приготовились атаковать кажущегося легкой добычу. Взрослый жираф является сильным и массивным животным, но если прайд сможет завалить его, львам обеспечено питание на протяжении целой недели. Заметив диких кошек, жираф бросился бежать. На видео этот момент не попал. Затем, как рассказывает гид, львы все же догнали и окружили его. Некоторые вцепились ему в ноги, а одна из самок смогла запрыгнуть на спину жирафа и ухватилась за его шею. Но жираф не собирался так просто сдаваться. Он продолжал размеренно шагать вперед, невзирая на неожиданного седока и львов, которые волочились следом, повиснув на его ногах. Оседлавшие его львицы, по-видимому, не удалось нанести достаточно болезненный укус. Не добились успеха и хищники, атакующие жирафа снизу. Противостояние закончилось ничьей. Львы оставили жирафа в покое и отправились в Освояси, а тот предусмотрительно пошел в другую сторону. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях, какое из этих противостояний впечатлило вас больше всего. Спасибо вам большое за просмотр.